Продолжение следует... Все, что мы добиваемся, все наше знание, оно некоторым образом упорядочено, некоторым образом зафиксировано на каких-то там схемах. Ну, допустим, в том, как любая теория, она стремится выразить себя в некотором аксиматическом виде. Какой-нибудь формализм тоже стремится от аксиом, двигаться к теоремам, у него есть формализована отдельная логика. Или, допустим, техника, она ведь тоже указывает на некоторого рода алгоритмы того, как мы должны действовать, допустим, чтобы добиться какого-то результата. И вообще, если посмотреть на всю нашу культуру, в широком смысле, не только в смысле науки, везде указаны на некоторого рода алгоритмы действия. То есть, говорится о том, что если ты будешь действовать согласно определенного рода алгоритму, ты будешь переходить одного этапа к другому, то ты добьешься определенного результата. И в этом состоит, наверное, один из способов приспособления человека к окружающей природе. То есть, мы передаем... В чем смысл знания? Смысл знания состоит в том, что вот эти вот алгоритмы, которые проверены временем, проверены различные эпохи, многими людьми, они передаются с поколения в поколение. Мы понимаем, что если вот Бресит мы будем исследовать, то мы будем добиваться результатов, потому что предыдущее поколение его добивается. И мы уже, если посмотреть теперь уже на наше знание с сегодняшних позиций, то мы мало того, что уже как бы знания так организуем, но и к этому стремимся. Мы стремимся везде и во всем добиться алгоритмически. В спорте ли мы стремимся добиться, в работе ли стремимся, в науке ли стремимся, везде. И в каком-то смысле весь мир превратился в такое программирование. То есть мы как бы одно все субмируем с такой позиции, что мы должны выписать определенного рода алгоритмы, знаете, такие блок-схемы есть в программировании, как нужно действовать. Если, допустим, получен один ответ, то мы переходим к другому. То есть есть определенного рода зависимости, определенного рода последовательности действий, которые пронизывают всю нашу жизнь. И вопрос, когда я говорю о не алгоритмической философии, вопрос как бы ставится о том, насколько обоснован такой подход к миру. Потому что фактически это ведь некого рода подход к миру. То есть мы на самом деле выстраиваем мир, исходя из этой некой предпосылки. Что мы должны в итоге, где-то в конце нашего исследования мира, получить определенного рода алгоритм, следуя которому мы можем быть результативными. Получать там влага какие-то, допустим, посадили растение, поливаем его, вырастает какой-то плод. Это, допустим, взяли... Если не поливать, то не вырастет. Ну правильно. Но у нас везде так. У нас взяли какую-то техническую вещь. Там, допустим, какая-то схема, блок-схема. Если ты в эту блок-схему ставишь определенного рода детали, соединишь их проводами, подключишь их к источнику питания, то будет определенного рода прибор. И прочее. Я не говорю, что в этом нет ничего неправильного с точки зрения нашего приспособления к окружающей среде. Вопрос идет о философском обосновании такой позиции. Насколько на самом деле вот это вот техническое отношение, если так можно выразиться, к миру... О нем, кстати, между прочим, Михаил Георг говорил, что технет, оно завладело всем нашим окружающим миром. Потому что даже дозайн, структуре дозайн, вот эта техническая составляющая, мир как орудие, орудийность мира, она стала существенной. То есть мы не можем иначе к миру относиться, у нас мир превратился вот в орудийность некую. На самом деле я тоже в некотором отношении, когда говорю о неалгоритмической философии, имею в виду того, что вот эта вот орудийность, отношение к миру, она должна быть обоснована. То есть надо показать границы его, то есть увидеть. Как в свое время Канн говорил о том, что мы должны показать пределы разума, насколько разум может претендовать на возможность дать ответы на некоторого рода вопросы. Он говорил о критике чистого разума. Фактически речь идет не просто о критике разума, а фактически речь идет о критике вот такого орудийного, такого алгоритмического по отношению ко всему. То есть не только даже к знанию, а такого приспособления к миру, орудийному. И для того, чтобы увидеть эти границы, надо вот как-то, ну не знаю, по-иному увидеть мир. То есть что значит по-иному увидеть мир? Вот, допустим, прежде всего как бы бросается в глаза, допустим, философия Канта. И он говорит о том, что пространство и время являются формами чувства. И у него ведь здесь тоже в свое родо возникает некоторого рода алгоритм. Как работают наши способности, когда они воспринимают окружающий мир? Эти способности, они что-то привносят и сами себя, да, то есть в мир. В то, что как бы непосредственно воспринимается, в этом воспринимаемом есть какая-то доля того, что дается этому воспринимаемому от наших способностей. Это опять же своего рода, здесь включено в свое родное понимание о неком алгоритме. То есть когда Канн пытается понять то, каким способом мы познаем этот мир, он опять же пытается найти алгоритм, по которому то, что является наше познание, возникает. Об этом же занимается и Гейгель, да, когда он исследует, что такое понятие, да, и каким образом мы с помощью понятия познаем мир. Так подожди, все-таки алгоритмическое мышление или философия, она ищет алгоритм или она действует по алгоритму, сама, как бы в своем движении? Или то и другое? Дело не в алгоритмической философии, а дело в том, что любая философия, любое знание, любое отношение миру стремится к алгоритму. Что ты называешь алгоритмичность? Это как бы поиск алгоритма как цели или это метод, как методология? Это может быть и методом, да, и методологией, ты правильно говоришь, и может... А в некоторых случаях и целью является. По алгоритму. Целью является иногда. Иногда является эта целью, чтобы выщенить метод. Потому что что такое метод, опять же, да, это своего рода некий алгоритм. Как получить требуемые результаты, как получить? Это воспользоваться определенного рода методом и по шагам действовать согласно этому методу. То есть метод предполагает, например, действовать от простого к сложному и прочее. Алгоритм — это есть свойство сознания или свойство внешнего мира? То есть мы алгоритм либо берем из вине, либо его создаем сами. Или это способ нашего общения с миром? Вот этот вопрос уже как раз в духе того, что я и хочу поставить. Это вопрос, да, обоснования алгоритма, вот это в отношении к нему. Ну, действительно, надо понять теперь, что такое алгоритм, является ли это... Он самостоятельен в миру? Не, является ли это сама структура мира так устроена, да? Вот мир таков, на самом деле, что вот в нем есть определенного рода цепочки последовательности, и мы просто увидим, да, вот такой наивный взгляд, да, такой, что... Мы просто фиксируем эти алгоритмы, как бы, да, и используем своих целей. То есть в мире есть некая последовательность. Зерно упало в землю, палилась вода, оно проросло, выросло растение. Мы бы увидели этот алгоритм в мире, да? И говорим, что если мы, допустим, возьмем эти зерна, унесем в другое место, где нам удобно, тоже так же посадим и будем поливать, вырастут растения. Вот мы как бы воспользуемся алгоритмом, который в самом мире усмотрели. То есть вот это первая, самая приходящая в голову наивная точка зрения. Вторая точка зрения, менее наивная, да, уже более такая сложная, она состоит в том, что действительно мы можем придумать алгоритм. То есть на основе некоторого рода исследования того, что представляет собой реальность, мы можем в этой реальности как бы предложить, да, вот, определенную роду последовательность, да, которая может состояться, а может не состояться. Мы ставим эксперимент, вот эта последовательность удается составить. Допустим, мы решили создать двигатель, да, внутреннего сгорания, да. То есть, как бы, вот это некое новшество, допустим, техническое, оно требует определенного рода, там, знания, да. Но в природе такого нет. Да, в природе такого нет, но это некая искусственная вещь. Вот мы как бы определенного метода проб и ошибок добиваемся, что создаем некий алгоритм, по которому теперь уже мы теперь понимаем, что вот это, что такое двигатель внутреннего сгорания, как он работает, да, и мы можем, в принципе, зная принципы этого двигателя, создавать двигатели различные. Дело же не в том, что там в природе нет какого-то конкретного алгоритма, а дело в том, что либо в природе природа сама по себе алгоритмично содержит какие-то алгоритмы, либо нет. Ну, допустим, либо она подчиняется где-нибудь законам алгоритмичным, либо нет. И то, что в природе, это тоже твой любимый пример, есть животные, которые сами действуют алгоритмично, безотносительно нашего сознания, безотносительно того, что мы навязываем или не навязываем. У них там инстинкты есть какие-то, рефлексы, у них есть какая-то программа, которую они реализуют. Это вроде как говорит о том, что есть алгоритмы помимо нас, что важно. Нет, это бесспорно. Ну вот так же и хаос. В хаосе нет алгоритм. Ну где тут хаос, вот кошка бежит. Хаоса уже нет. Хаоса нет, а в мире есть все-таки действительно последовательность, какие-то цепочки, закономерности есть. Ну а как же статистическая физика, когда нет законов, есть только на основе статистики. То есть на основе многих-многих-многих не взаимосвязанных, как казалось друг с другом, событий, мы выводим некую форму. Хотя сами по себе события, они непрогнозируемы и не подчиняются. Почему? Ну в статфизике считается, что просто у нас нет возможности исследовать каждое отдельное событие. Ну да. Второй момент тут, как говорится, в том, что вот есть в нашем поле опыта такие процессы, которые алгоритмичны. Достаточно одного процесса такого. Это как контрпример. Контрпример к чему? К тому, что можно было бы сказать, что вся алгоритмичность заложена в нашем сознании. Не имеет отношения к реальности мира, а только в нашем сознании заложена, и мы ее как формы набрасываем. Так вот, такие вот вещи, как животные, со своей какой-то программой, со своим алгоритмическим поведением, независимо от нас. Это как вроде как контрпример тому, что... То есть, ну на самом деле, конечно, можно себе представить, что мы нависали эту алгоритмичность и животным, но это гораздо сложнее, чем в ситуации с теми же ракетами, там еще чем-то. Это очень сложно уже. Ну, например, действительно, если стоять на позиции Канта, то вроде Канта утверждает, что весь порядок, какой существует мир, все формы, да, все отсчитывает и идет от познающего. То есть, познающий вносит в мир порядок. Сам по себе мир, по-никакому роду, многообразие хаотическое, да, в этом многообразии хаотическое упорядочивает себя. То есть, все формы, все алгоритмы есть уже в сознании. Ну вот я как раз бы... Да, но Канта как раз и... Я бы хотел как раз вот добавить здесь, что если мы хотим содержательно как бы этот разговор вести, то, наверное, надо понять, что алгоритм — это одна из форм. Во-первых, это как бы одна из форм. Форм чего? Ну, вообще, как будто есть разные формы. Такие формы, сякие формы. Одна из форм — это алгоритм. Либо мы как бы используем это слово «алгоритм» просто как метафору формы вообще, да, оформленности вообще. Либо мы сейчас займемся тем, что дадим более как бы какое-то точное дифференцирующее определение того, что такое алгоритм, чем эта форма отличается от каких-то других форм, чтобы дальше усматривать именно его. И говорить про алгоритмическое, алгоритмичное и не алгоритмичное мышление более содержательно. Потому что тот разговор как бы про оформленность-неоформленность, про хаос, не хаос — это слишком общий разговор. Потому что алгоритм, действительно, это просто конкретный вид формы определенного рода. Это не все формы. Не любая, да. Есть просто формы, да, есть определенного рода алгоритмы. Потому что в алгоритм входят понятия логики, понятия времени, входит последовательность. Последовательность. И много что входит. И причем, почему важен именно такая форма рассмотрения как алгоритм? Потому что мы все, все наше знание фиксируем именно в некоторых родах последовательности. Можно сказать, брать, допустим, частный пример — это языковая последовательность. Ну, не обязательно языковая, может быть, это и схема какая-то связанная, а может быть, это не математический формализм и прочее. То есть, на самом деле, в любом случае, как бы во всех этих вещах присутствует определенного рода связь и последовательность. Причем, когда мы даже создаем, допустим, какую-нибудь теорию, математическую, физическую и прочее, то везде, во всякой этой теории, мы, как прежде всего, добиваемся некоторого рода последовательности. Мы понимаем, Александр, что нельзя просто излагать абы как. Мы излагаем некоторого алгоритма, по алгоритму которому человек, который читает, допустим, исследует данную теорию, может прийти от одного к другому. В нем есть требования некой обоснованности, требования некого рода подобности, опоры на эксперимент, некого движения от простого к сложному, некого рода логичности и прочее. Явного введения того, что является аксиомами, допущениями и прочее. То есть, вот этот порядок нам важен. Кстати, тут сразу интересный возникает вопрос такой. Вот логика, как мы ее знаем, формальная классическая логика, ну просто классическая логика, даже сказал, аристотельская логика. Ясно, что она как-то в своей основе алгоритмична. Так вот вопрос, она является как бы прообразом алгоритма и как бы нам навязывается именно логика. И мы, пародируя логику, создаем разные алгоритмы. Либо напротив, мы как бы, наше мышление в своей основе алгоритмичны. И логика, в частности, вот эта классическая логика, всего лишь один из алгоритмов, более-менее удачный, там как-то по каким-то причинам устоявшийся и так далее, который, так сказать, внедрился в наше сознание, но при этом он равноправен с остальными, на самом деле, как бы, с сущностными, с возможными алгоритмами. Я думаю, что логика только один из алгоритмов, потому что есть алгоритмы математические, есть как бы алгоритмы программирования, всякого рома и прочее. И они, на самом деле, могут быть исследованы и логические, с логической стороны, но часто они имеют, уходят в бесконечность, на самом деле, то есть они являются как бы зацикленными, то есть непонятно на самом деле. То есть, мне кажется, понятие алгоритма имеет больше широкое содержание, хотя логика это тоже определенного рода алгоритм. Но сам по себе алгоритм, он имеет большую содержательность. Дело в том, что понятие алгоритма вообще в математике стало разрабатываться, благодаря теорему Гёдера, то есть с момента, как возникли эти все проблемы, возникла необходимость как-то вот область развивания. Нет, в основном это из-за программирования. Нет, дело в том, что Гёдер доказывал свои теоремы, опираясь на теорию алгоритмов. Разберясь. Да. Он же как доказывает, что существуют такие формулы, которые невозможны ни доказать, ни провернуть? А как это сделать? Надо ее найти. Он указывает алгоритм, каким образом ее можно найти в цепочке. То есть, перебирая формулы, все формулы он определенным розовым нумерует. Это нумерация, арифметизация называется. И он показывает, на каком определенном номере найдется такая формула. Он ее находит, и все. Вот тебе, пожалуйста, эту формулу ни доказать невозможно, ни провернуть. То есть, на самом деле, вся формула, ну формула, она имеет просто самореферентный характер, поэтому она такая, она как бы всякий раз, когда, если она связывается с чем-то другим, возникает противоречие. Чтобы быть непротиворечивой, эта формула не должна быть, не доказывается, не опровергаться. А если она доказывается, опровергается, значит, это теория противоречивая. Если она непротиворечива, она, значит, не должна ни доказываться, ни опровергаться. Вот такая логика. Собственно, это и есть как бы логика доказательства Гёдер. Так вот, благодаря Гёделю, теория алгоритмов, она стала использоваться математикой, и вообще говоря, сейчас является существенной теорией. А на теории алгоритмов строится, в частности, такая прикладная вещь, как программирование. И в программировании, опять же, используется вот эта теория алгоритмов, где вот все вот эти рассмотрены, да, переборы, всякого рода, циклы и прочее. Ну да, но смысл там в том, основной состоит в том, что есть всегда метод перебора, который позволяет алгоритмически что-то найти. Но он как бы экспедиционно долгий. Да, вот может быть и бесконечный. Но он все равно придет к результату, предполагается. Он придет, да, но он придет, как бы... Потому что он перебирает все, потому что все возможности перебирать. Все возможности, каким только можно. Но есть же даже машины Тьюринга, которые как раз и нацелены на то, чтобы показать, как машина запущенная, да, придет когда-нибудь к результату. То есть она перебирает все возможности. Нет, ну, по-разному просто можно. А есть, как бы, более совершенные алгоритмы, которые для отдельных конкретных задач, как-то есть дополнительная информация, которые могут задействовать ее и сходиться гораздо быстрее. То есть не экспоненциально, а там, полиномиально. Вот. Как какая-то стейк. Ну, допустим, вот у нас N неизвестных, да, из них надо, ну, не знаю, N комнат, из них надо найти одну. Вот. Плохой алгоритм поиска будет приводить к тому, что мы должны E в степени N действий произвести. И чем больше N, тем это, как бы, больше число. А хороший алгоритм, это N в степени 2. Главное, что алгоритм есть. Нет, это очень большая. Это единственная содержательная, как бы... Ну, где только скорость. Содержательная работа, в том-то и дело. Скорость, это не скорость, но мы сейчас принцип рассмотрим. Нет, нет, это тоже важно. Огоритм тоже важно, да. Это как раз, может быть, тоже и в плане мышления важно. Потому что, как бы, перебор, да, он, ну, в каком-то смысле, он безблагостный, да. То есть он, тут никакого чуда не происходит. Ты как бы перебираешь и перебираешь, здесь не происходит какого-то, так сказать... Ну, приращение существенного заражения. Ну, ты говоришь о том, как можно оптимизировать алгоритм, да, и какие-то существуют ли... Нет, ну, различие между алгоритмами, основное, которое там в теории алгоритмов рассматривается, это именно, как бы, их степень, их оптимизация или скорость, вот это вот. Вот их основное различие. Причем оно для различных задач, как бы, рассматривается, какие, допустим, ну, какой самый оптимальный, вот, если, допустим, какая-то задача, ну, помните, уравнение, дифференциальное, еще что-то, говорят... Так, вот, что о нем можно сказать? Что лучший алгоритм, который можно для решения его придумать, будет такой-то вот степень схождения, да, то есть там... Или здесь не существует, вот здесь только экспенциальный. Вот такого рода характеристики приводят. И дальше, там, вот эта теория графов начинает работать, когда, там, вот этот алгоритм, что такое? Это теория графов, это, как бы, у тебя есть много вот этих вот островков, между ними стрелочки, вот, и ты рассматриваешь связанные, несвязанные графы, вот, как-то там их друг с другом переводишь, разбиваешь на части, вот, то есть это целое... Они как-то там умножаются. Ну, это вот как вот... Это... Теория возмущений Фейнмана в графиках Фейнмана выражаются, вот эти картинки, там, это тоже графы. Вот, такого рода алгоритмы, в основном, нет. Здесь что важно? На самом деле, вот, алгоритмы, да, и то, что у него занимается математикой, и то, что, вообще говоря, мы даже... Создают теории этих алгоритмов, да, это, на самом деле, непростая вещь, да. Действительно, вот, она как-то существенно, в общем, связана с тем, что такое наше познание. Потому что нам ведь познание нужно не просто так, да, как бы там, а бы что-то знать. А нам нужно это познание, во-первых, умудриться как-то зафиксировать. Я бы сказал, извиняюсь, я даже перебью. Или, чтобы передать другим. Вот сравнение между перебором и вот этим, как бы, более быстрым способом, это все равно, что обобщение нашей мысли. Потому что, смотрите, мы можем бесконечно перебирать, там, не знаю, все стулья, которые есть, да, перебирают, перебирать, а можем, как бы, понятия стула вести и, как бы, и, так сказать, ускорить свое мышление. Вот это примерно тоже происходит у нас в жизни. Нам просто не хватит, да, жизни, чтобы, вот, перебирать все. Надо вот это понять. Нам не хватит жизни. Поэтому мы ищем, как бы, такой путь, который обобщает, который, как бы, То есть, мы, как бы, тем самым, на самом деле, укорачивает. Вот именно, что укорачивает. Вот тем самым, решая проблему времени. Потому что проблема времени, она очень важна, все-таки, мы конечные существования. Мы должны ее решать. Это даже не проблема времени, а, возможно, мы понимаем, как мы мыслим. То есть, говоря, ускоряя или находя более оптимальный метод, мы, возможно, каким-то образом, можно через это понять, что мы мыслим-то, а не перебором. Я о том и говорю, что моя мысль, это стоит в том сейчас, что, может быть, само наше вот это вот паникийное, категориальное мышление родилось как алгоритмизация. Вот перед нами, как перед, условно говоря, вычислительными машинами стояли задачи. Собежаться он, например. Да, да, да. Вот. Задачи там, поиска там чего-то, решения. Вот. И путем, как бы, постепенного, так сказать, совершенствования мы от переборов всевозможных перешли вот к таким более совершенным алгоритмам. Потому что, на самом деле, ну, этим действительно занимается уже там всякая нейрофизика там, то есть, это нейробиология, они там рассматривают, как человек, какие там участки мозга начинают задействоваться, как он решает задачи, какие у него ассоциативные цепочки выстраиваются. Так вот вопрос возникает. Он же совершенно не... Он же совершенно не... Он же совершенно не... Он же совершенно не... Это сам алгоритм, это свойство сознания или это свойство мира? То есть, мы познаем то, что находится в мире алгоритмы, или мы эти алгоритмы создаем у себя в голове, а потом сравниваем с миром? Это как раз уже третий вопрос. Это не то, мы набросили алгоритм на мир или алгоритм есть в мире, а то, что у нас метод нашего мышления тоже является алгоритмичным. Вот о чем здесь речь. Это как бы уже про методологию. Про то, что мы движемся по алгоритму в поисках ответа, который может оказаться, опять же, какой-то схемой, алгоритмом или нет. Ну, то, что форма упаковки знания у нас, она алгоритмична. Ну, и достижение его, да? Да, достижение его. То есть, вот то, что называется интеллектуальная интуиция, да? Вот как мы переходим от наук к другому, к третьему, как у нас рождается мысль. Вот она рождается тоже как бы не перебором. Там мы не перебираемся в... Ну, бывает, бывает, мы перебираем. Балас любит перебирать, да? Вот, говорите, а вот давайте рассмотрим все возможности. Дорога, появление нового знания, оно алгоритмично или нет? Ну, давайте, знаете, просто немножко в историю войдем. На самом деле, когда люди вообще научились как-то знание фиксировать, его накоплять и передавать будущим поколениям, вообще говоря, вот это нарастание знания, оно на самом деле приводит к тому, что можно проследить в истории некоторую алгоритму или логику того, почему возникает определенное родооткрытие, почему возникают определенное родоопереходы. То есть, если можно даже увидеть эту необходимость, ее же, например, на нее указывает, скажем, Гегель, когда создает свою историю философии. У него там прямо в истории философии как бы явствует, что после вот такой философии должна была необходимо родиться вот такая, а потом такая, а потом и так далее. Оно ведь происходит... Если бы каждый раз этого накопления не было, если бы упаковки не было, то, что вот Антон говорит, что наши знания как-то упаковываются в виде понятий, пришли к понятию, скажем, идеи, и как-то упаковали, а потом к новым понятиям каким-то приходим, там, атом упаковывается, мытье упаковывается. Каждый раз, да? Вот каждый раз мы доходим до чего-то такого, мы его как-то упаковываем в какие-то понятия, и эти потом понятия уже используем как понятные, как некие инструменты для того, чтобы для достижения каких-то новых результатов. То есть на самом деле даже и история культуры, да, человеческой, ну, скажем, европейской, она показывает о том, что этот сам процесс нарастания знаний, он имеет вот структуру алгоритмическую. То есть там есть некая логика внутренняя, ее можно как бы исследовать. Да. И вот тоже можно сразу добавить, что претендует на неолгоритмичность, какое познание, или, не знаю, какая философия претендует на таковую. Естественно, в первую очередь, это всякого рода феноменология. Вот она как раз борется с разного рода конструированием, алгоритмическим и так далее. Но она, собственно, и рискует все время иметь некий незавершенный объект перед собой. То есть она как бы бесконечный. Она боится упустить. Она боится упустить, да, но она при этом бесконечно наблюдает, бесконечно перебирает эти детали. И как бы вот этот интенсиальный объект, он же остается незавершен. Вот, в то время как наше знание раз, как бы упаковало в понятие, раз, пошло дальше, дальше, дальше. Тут вопрос состоит как раз, а с другой стороны получается, что вот это наше знание, которое так уж полностью доверилось алгоритмичности, не получается ли так, что она потом запутывается вот этих во всех, что попадает в некого рода проблему того, что все становится алгоритмичным, что все нам кажется понятным. То есть вот к чему мы как философы пытаемся как бы обозревать знания, да, и кажется, что все понятно. Понятно, как задавать вопрос, откуда его брать. Если алгоритм, что делает, да, Мы запутаны алгоритмами, у нас просто нет ничего, что было бы вне алгоритма. Нет, про запутанность я имею в виду, что непонятно, как ставить вопросы. Ну да, ты не можешь поставить, ты в алгоритме. Да, если у нас есть определенного рода метод исследования, которого можно назвать научным, допустим, метод исследования. И этот метод исследования, как учит Декарту, исходить от простого к сложному. Он такой как бы примитивный вроде бы казался, но на самом деле мы каждый раз это и делаем. Это таксиом, теоремом, да, каких-то простых деталей к сложному, к сложному целому и прочее. То есть мы каждый раз, например, как на Горице начинают, да, он начинает пытаться исследовать отдельные цвета, а потом переходит уже как бы там гамме цветов, да, а потом переходит уже к гамме разных чувств и прочее. То есть везде у нас как бы вот уже заложено, да, в само наше исследование вот это требование. Давайте сначала возьмем нечто простое, да, малое, да, возьмем, а потом атом, да, а потом из атома выстроим весь мир. То есть мы каждый раз вот стремимся вот найти вот эту простую единицу, да, откуда можно было потом выстраивать все остальное. И нам кажется, что если мы каждый раз будем какие-то детали добавлять, то тем самым простое это, то есть это сложное выстроиться. Так вот, не получается ли так, что вот поскольку мы как бы находимся во власти этого метода, что мы что-то упускаем, что мы, возможно, помимо того, что в мире есть алгоритмы, и помимо того, что мы этому миру навязываем алгоритмы, может быть, что-то есть нечто принципиально выпадающее из этой алгоритмичности. Вот, например, можно указать на искусство, да, хотя, казалось бы, деятельность, допустим, художника, который рисует картину, она может быть алгоритмичной, да, что надо действовать определенным образом, приготовить холст, там, краски, потом их определенным образом накладывать, да, как бы получится нечто целое. Но то целое, которое получается, оно как бы другое, да. Невозможно, как бы, научить, как бы, создавать произведение искусства, потому что то целое, которое образуется, оно как будто бы не является результатом простого действия, да. Возьмешь какого-то человека, скажешь ему действие так же, как художник, нарисует ли он картину-то, то есть получится ли вот это произведение искусства. Может, что-то он нарисует, конечно, получится ли оно произведение искусства. Вот еще о чем вещь. Я имею в виду, что есть вот, и, собственно, задача не алгоритмической философии, но состоит в том, чтобы увидеть эти границы, попытаться их, за них шагнуть, если это возможно вообще. Это, на самом деле, задача сравнить тому, что вот мы когда-то обсуждали о тотальности мышления. Да, вот мышление все сводит к мышлению. Но понятие все делает понятием. И если мы не находимся на уровне мышления, то, как бы, мы поневоле все превращаем в мысленное, да, и все это мысленно превращается, в итоге, в понятие. И мы не можем выйти за рамки вот этого понятийного мира. Тут вот в каком-то отношении такая же логика. Вот все, мы все, все наше знание превращено в некоторую роду алгоритму. Мы везде усматриваем определенного рода последовательность, да, определенную логику, высматриваем, да, там, определенного рода действия, да, которые мы должны произвести, чтобы получить результат. А вне него что-то есть такое вот, как бы, не алгоритмическое, да, вот. Ну, вот чувства, например. Да, ну, например, чувства, да. Чувства, страсти, они, не как раз, мыслить не алгоритмизировали. Мы, кстати, потому и пытались эти чувства исследовать, да, что они действительно действительно находятся вовне. Нет, но на самом деле они вовне и мышление находятся тоже, да. Это, в принципе, нечто, как бы, такое, но... Если послушаешь русское радио, и там песни, в которой в большом количестве крутится про любовь, то кажется, что там тоже все очень ритмично очень с этими чувствами. То есть можно и любовь превратить в некоторую роду алгоритм, да, увидел красивую девушку, бросил в кровь, там, определенного рода эндорфины, да, как бы, там, и прочее. Да, дело не в этом даже, нет, просто, как бы, это же тоже, выступая, как своего рода, социальные схемы поведения какие-то, которые нас, встал горитмичные, встретил, там, пошли в кино, там, что-то еще. Насколько однообразно. Схемы поведения есть, а сами по себе чувства непонятны. Почему именно к этой девушке? Почему именно сейчас они возникли? Или там, твои, ты, твои, твои действия, твоя реакция, конечно, в некотором смысле определяются тем, как ты воспитан, и какими-то шаблонами. Но сами по себе чувствуете, там, страх, например, появляется, вот, неожиданно, ни с того, ни с сего, вот, тебе страшно просто, и все. И что делать, непонятно. Ты вот просто в ступор встал, и все. И никакие шаблоны тебя не спасают в этом случае. Ну, тут еще вопрос состоит в том, что такое страх. Не, ну, как-то, да, то есть, понимаешь, вот, тут же... Ты уже обозначил страх, и он уже ушел в сфере. Тут же Фрейд, допустим, может скрыть какие-то, там, какие-то алгоритмы, которые рождают тебе страхи, там. Даже по процессу, даже бессознательным находятся, конечно, в другом роде алгоритмы, да, которые, вот, которые, например, занимаются психоаналией. И потому что психоанализ пытается тоже... Последовательные события какие-то. Да, да, да. Значит, ты закопал игрушку какую-то? Да, тоже есть последовательные события. Некоторые роды развеялись, да, эта связь как бы... Причем эта связь является терменистической, она что-то определяет, там, в будущем и прочее. На самом деле, вот, тут есть такой фильм, это вот, в связи с размышлениями на поводу неалгоритмичности, да, вот, как бы, обратил внимание, что есть любопытный фильм, как бы, называется «Трон Легаси», да. Там суть вопроса состоит в том, что, ну, рассматривается некоторая фантастическая реальность, где, там, один программист придумал способ, каким образом можно наши два мира связать. То есть, он сам с помощью лазера, там, умудрился в свою программу, как бы, туда вот, инкорпорироваться полностью. Это самый первый фильм «Газонокосечек». Ну, «Газонокосечек», просто в «Трон Легаси» там, как бы, возникает вот эта вот проблема неалгоритмичности. Дело в том, что он, когда туда в этот мир, в свою программу, как бы, попадает, он решает создать совершенный мир, да, потому что, ну, как бы, уже виртуальный, совершенный мир, не только в нашем мире несовершенный, да, вот материальный, а вот там, вот, где-то там… С нуля. Да, с нуля можно создать вот этот виртуальный совершенный мир. Там такая коллизия, друг, возникает, да, что в определенный момент, там, при строительстве этого мира, вдруг приходят там, откуда-то ни возьмись, какие-то, ну, там все, как бы, естественно, люди изображают, это какие-то программы, да, которые вот совершенно как-то непонятно возникли, ниоткуда, как бы, понимаешь? То есть, какие-то, как бы, вот у них коды какие-то, которые никакой человеческий мозг не мог придумать. Они просто… Ну, там, это же фильм все-таки, да, и речь идет о фильме, о некой метафоре. И он говорит о том, что вот он, как бы, в этом, в этих программах увидел биоинформационный джаз. То есть, как бы, вот, знаешь, какая-то, в свое роде, импровизация такая, да, вот, не логика какая-то, да, которая требует переход от одного к другому, а вот, как в джазе, да, вот, есть, люди собираются, и непонятно, что они сыграют. Они просто играют, и, как бы, в силу того, что, как разное настроение, там, может быть, это, там, напряжение в зале, там, да, и еще какие-то моменты. Все равно играют по логике. Нет, у них есть одна тема, но они эту тему обыгрываются, там, могут каждый раз по-разному. То есть, и так же здесь, и он, в сравнении у него такой, да, вот такой биоинформационный джаз, но там возникает коллизия, что он создал, главный герой, который попал в программу, создал там себе двойника, который ему помогал, а до двойника, тоже программа, да, у него самая главная задача – уничтожать все несовершенно. И вот он начал вот это вот, вот этих вот изоморфов, они там, программ называются, уничтожать. Да, вот так возник. И, потому что самое главное – это вот эта вот алгоритмичность, вот это совершенство, да, вот это вот то, что какой-то код возник, вот непонятный какой-то, да, вот. Не писающий. Вот как вот наша жизнь, на самом деле, если посмотреть, как вот, как возникла жизнь, да, ведь жизнь, это, среди как бы вот неживой природы, это ведь тоже своего рода странность какая-то, да, что это такое, как бы самовоспроизводящиеся системы, да, которые сами себя воспроизводят, Которые сами себя куда-то там... И тем самым они вроде становятся вечными. Потому что каждый отдельный индивид уничтожается, но род продолжает свою жизнь. То есть это же тоже своего рода чудо какое-то. Хотя мы можем говорить о том, что это алгоритм природы, но мы же не можем этот алгоритм переложить как-то программно. То есть мы, конечно, уже достигли понимания ДНК, как все это работает, но тем не менее можем ли мы вообще когда-нибудь, сможем ли создать алгоритм, по которому мы можем будет искусства людей создавать. Полное понимание. Да. Ведь речь идет о том, что нам дает алгоритм. Алгоритм нам дает возможность понимать, что такое. Если мы можем что-то воспроизвести, значит мы понимаем в принципе, что это такое. Допустим, если мы сможем однажды воспроизвести полностью жизнь искусственным путем, то означает, что мы и будем понимать, что такое жизнь. Получается, что пониманием есть синоним алгоритма. Если что-то человек понимает, значит он может это описать в терминах алгоритма. Если человек не понимает, значит он описать этого не может. Это у нас людей, которые находятся во времени. Мы существа, находящиеся во времени. Понимание есть временной процесс. Не все подряд. Смотри, вот ты, допустим, понимаешь, что такое стул. Какой алгоритм здесь присутствует? Да никакого. Не надо формы. Вот эти формы вообще. Стул ты знаешь, как его создать. Дело не в этом. Ну хорошо, ты понимаешь, что такое дерево. Никакого алгоритма с этим не связано. Подожди, давайте начнем со стула. Стул – это некая функциональность сидеть. И мы можем, в принципе, любой пенек считать стулом. Потому что есть некая функциональность. Мы смотрим на пенек и, допустим, если у нас возникает необходимость использовать эту функциональность сидения, мы на нем сидим, и он становится стулом. Опять же, я к хадигеровской орудийности призываю. Так же, допустим, как топор. Когда он рубит – он топор. А когда он, условно говоря, подпирает какой-нибудь шкаф – он просто там подпорка. Он не топор. То есть орудийность, она имеет такой характер. То есть мы, конечно, привыкаем к тому, что мы все называем некое целостное… Либо мы как бы считаем, что все формы – это алгоритмические формы. Не-не, не все формы алгоритмические, конечно, нет. Но понимание не может быть только алгоритмическое. Это как бы нелепость. Это не так. А мне просто кажется, в чем смысл это понимание? Понимание – это определенного рода последовательность, которую можно воспроизвести. Вот, например, Гегель говорит – это большая заслуга что-либо понять, да? Еще большая заслуга в этом понимании разобраться. А самая большая заслуга – его воспроизвести. Понимаешь, то есть как бы на самом деле в некотором отношении воспроизвести нечто. Вот, например, некое логическое движение. Это означает его понять? Ну, как вот, например, понять науку логики Гегеля? В твоих словах все присутствует. Вот то, что движется, понимается алгоритмом. То, что в самой своей природе, ну так, как мы ее, опять же, видим, да? Содержит какое-то движение, какой-то там временной характер, какую-то последовательность. Вот там, не знаю, история понимается алгоритмически, еще что-то. Но камень алгоритмически не понимается. То есть есть… Камень как феномен? Ну да, есть как бы, есть феномены, а есть движения какие-то, последовательности, какие-то истории, я к этому говорю. Ты говоришь о том, что если нет времени, да, если время не существует, то как бы и алгоритм здесь не существует. То есть алгоритм как-то последует? Во времени. Да. То есть мы, с помощью алгоритма, как бы, в каком-то отношении воспроизводим время, да? Не обязательно во времени, почему? Может быть, не во времени. Ну, не во времени, да. Но, в первую очередь, как бы, мы воспроизводим именно… То есть тоже движение мышления. Там, где есть движение, вот как бы… Там, где есть, как бы, какой-то импульс, не знаю, какой-то переход, да? Нет, что такое биологический организм? Мы же не можем его воспроизвести без указания на то, что он во времени сам себя воспроизводит, развивается от плода некоторого к здоровому организму, может проходить какие-то стадии, бабочки, куклы и прочее. То есть, какой-то действительно прав, Антон, что на самом деле алгоритм, видишь, все-таки связан как-то со временем. Но более того, почему как бы, допустим, вот вы говорите, он уничтожает какую-то диску такую жизненную, про любовь, про искусство и так далее. В чем как бы зло алгоритм? Почему нельзя жить по алгоритму? Творить по алгоритму и так далее. Потому что воспроизводя время, таким образом его изображая, он как бы его же уничтожает. В алгоритме время изображается и тут же уничтожается. Потому что алгоритм, он располагается в пространстве, его можно как бы расчеркнуть в пространстве, изобразить. Ну, потому что... Никак не мечтожает, как, наоборот, оно воспроизводится в алгоритме. Ну, вот оно не воспроизводится. Оно скромно. Потому что, допустим, что такое алгоритм, да, это вот эти разветвляющиеся возможности, это движение. Да, да, да. Блок схемы. Да. Программируем, да. Но заметь, вот вся эта блок схема со всеми причинами и следствиями, со всеми возможностями, сосуществует одновременно. То есть, и причина... Как по целой? Да. Ну, одновременно в том плане, что они не мешают друг другу. Вот причина, следствие сосуществует бесконфликтно. Две возможности сосуществуют бесконфликтно. Вот все как бы в целом существует вместе. В реальном движении же, ну, как схема. В реальности, конечно, они не могут. А в реальности одно другое замещает, одно другое исключает, да, там присутствует, присутствует вот именно вот эта временность, допустим. Вот, плод как бы заместился, там, семечком, там, или чем там, ну, там, расколом и так далее. Ну, биггерская схема. Происходит вот это вот именно движение в собственном смысле, и временность в собственном смысле. И сохранение ведь тоже не обязательно есть, ведь во времени мы можем изменяться, как бы, да, а в блок схеме как бы предполагается, что все как бы сохраняется в каком-то отношении. Что все существует, что такое схема, в конце концов? Это нечто как бы вечное, да, оно как бы вне времени находится. Ну, так вот, когда я, опять же, апеллирую к никого рода не алгоритмической философии, я вот имею в виду, прежде всего, вот, мы начинали немножко с Канта, да, я имею в виду, а можем ли мы, вот, в познании нашем, допустим, в том, как мы соотносимся с восприятием, с миром, да, можем ли мы, на самом деле, вот, указать действительно такие ключевые моменты, да, как бы, и разложить их вот потом. Таким вот, простым категориям, там, пространство, время, там, формы чувств и прочее. И получается ли так, что, на самом деле, пропознание – это многосложное взаимодействие, это всегда интерактивное. Ты, то есть, например, я что-то делаю, да, и как-то там взаимосоотношусь с миром, да, и каждый раз это может быть, во-первых, во времени по-разному может быть, да, во-вторых, на самом деле, я могу приспосабливаться в зависимости от изменяющейся ситуации, как бы, свое понимание, да, того, о чем, например, идет речь, да. Если брать, например, каким-то ответ, например, я, допустим, пытаюсь разобраться, как работает мотор, я, допустим, об этом не знаю, да, и мое понимание этого зависит от многих обстоятельств, да, я пытаюсь, там, да, что-то сделать, там, что-то изменить, как бы, задать какие-то начальные условия, вот, получаю какой-то ответ, исходя из ответа, я опять, как бы, придумаю, что еще можно сделать, да, там, и прочее. То есть, когда я осматриваю, что-то разбираю, это многообразный интерактивный процесс, здесь нельзя просто вот такую простую схему навязать, да, что вот форма, как бы, они... Не, ну, главное, что там, если там говорить про человека, ну, совершенно стандартная мысль сейчас, что алгоритмичность несовместима как-то вроде со свободой, то есть движение алгоритмичное, оно не свободное. Да, конечно. Хотя, если мы считаем, что... Нет, вообще-то нет, есть разветвление, а разветвление... Ну, там есть разветвление, но это не та свобода, какая-то она не та. А ты вспомнишь, что как вот... Да. Это, опять же, изображение свободы, как я так сказал, это как со временем, да, это одновременно мы отображаем свободу, и тем самым ее, как бы, редуцируем, допустим, к огромному количеству выборов какому-то, да, вот. Причем выборы-то эти осуществляются условные, это не просто свободный выбор, это вот если это, то это, а если это, то это. А алгоритмы, они все-таки построены так, что... Так алгоритм свободы знаешь, как зафиксирован? С помощью точки вот этого перегиба, как она называется там, прифуркации. Ну, понятно, да. То есть, нет никакой причины, по которой как бы шарик, который находится в точке прифуркации, покатится в одну сторону или в другую. Вот так же алгоритмизируется свобода, да? Ну, да. Ну, в алгоритме же есть точки, которые независимы от тебя. Ты, говорят, ты посадил деревца, ты же его не вытаскиваешь из земли, оно само растет. Ну, что интересно, алгоритмизируемая так свобода, по сути, выступает как чистая случайность. Чистая случайность. То есть, здесь нет воли, понятия, здесь нет понятия, как бы, там, решения, там, выбора, вот такого именно, да? Здесь чистая случайность. Ну, получается, ну, говорит, что как будто бы и мы в своей свободе, как бы, да, вот, таких вот бифуркаций, как бы, в нашем поведении, там, биологических много, они, как бы, случаются, да, и определенным образом детерминируют наше поведение. То есть, наше поведение, как будто бы, получается, опять же, несвободно, потому что, несмотря на то, что эти бифуркации внутри нас пролезают, все равно, ты меня не делаешь. Ну, а то, мы исходя, любое изображение такое, он в конечном счете, как бы, ту свободу, вот, как бы, сущностную человеческую, которую принято, как бы, с человеком связывать, ошибочно или нет, неважно, ну, принято, вот, они ее и элиминируют, эти изображения алгоритмические. Так вот, как раз, когда я говорю про не алгоритмическую философию, да, вот, я имею в виду, что, возможно, вот этот интерактив, да, и все построено, как бы, вот, я пытаюсь, как бы, сейчас высказать, да, новую схему, интерактивно, не алгоритмически, а интерактивно. То есть, если я нахожусь во взаимоотношении с миром, то происходит так, что есть какой-то внутренний я, который потом раз выходит в мир, как бы, да, и что-то с миром производит, да, как карта, там, да, вот, есть некие внутренние формы, они, как бы, спроецированные в мир, да, и мир, как бы, видится мне в пространстве и времени. мира. Я всегда нахожусь в ситуации некоторого рода необходимости с ним взаимодействовать. Есть постоянные интерактивы. Я не могу отказаться от этого. Я не могу от него скрыться. Я всегда, как бы, глаза открыты, я всегда слышу, всегда, как бы, чувствую. Всегда происходит некоторого рода... Есть некий приход, есть некоторая данность. Она всегда есть. Есть часть мира, поэтому ты не можешь отличиться. Нет, что интересно, когда мы говорим о субъектах объектной различия, ведь здесь как раз субъекта отсечет как-то от мира. Есть объекты, а есть субъект как бы внутренний. Он как бы выступает в мир, который представляет собой объектами. И его познает. Действительно, вот это понимание субъекта объекта тоже своего рода алгоритм, по которому мы пытаемся понять, как происходит познание. Это все односторечное меди. Да. А речь-то идет, то, о чем я говорю, что мы всегда в некой связке находимся. То есть, вот есть некая вот... Почему о феноменологии? Хорошо ли сказано, что это? Здесь идет о феноменологии. Вот мы находимся в некотором опыте. Всегда. Этот опыт не такой опыт, что до этого происшествовала какая-то ситуация чистая, да, где существовала чистая форма, и там, и как бы мир сам по себе. Не так. А всегда этот опыт. И никакого не было до этого опыта. И не предположить эти гипотезы сделать это, опять же, впасть в своего рода некого алгоритма. А изначально. Вот есть некоторого рода опыт, и в этом опыте я всегда уже сориентировал. И он всегда интерактивен. Потому что он зависит от многих этих условий, да, и я каждый раз вынужден все это выстраивать заново. То есть, я могу, конечно, действовать согласно алгоритму, который у меня существует. Я могу на самом деле увидеть, как бы вот заново все это, да, то, что называется созерцать. Попытаться увидеть это, как это на самом деле выглядит. Да, вот попытаться вот элиминировать, как по феноменологии пытаются, да, вы за скобки вот все теории, да, вот эти все полагания, да, все вот эти вот условия, аксиомы. Вывести за скобки. Попытаться увидеть мир. Так вот, и мне кажется, что с точки зрения алгоритмистики, феноменологии, и оказывается вот этим перебором. То есть, мы выводим за скобки все вот эти вот ускоряющие, как бы, алгоритмические процедуры, и что нам остается? Только перебирать факты мира, вот эти вот факты, как бы, восприятия. То есть, оно перебор, это тоже алгоритм? Нет, ну, ну, как бы, алгоритм, но и не алгоритм. Это такой, как бы, нулевой алгоритм. Это просто взаимодействие, вот, вот в этом состоится. Ну, понятно, да, согласен. Так вопрос, в чем состоит? Все-таки существует какой-то способ выйти за рамки понимания чего-либо, да, не впадая при этом в алгоритмичность? То есть, существует ли вообще способ вот как-то что-то, о чем-то размышлять не алгоритмически? На самом деле, здесь такая вот претензия была. Вот Александр Балдачев высказал, да, действительно, допустим, мы говорим о какой-то не алгоритмичности. Но ведь всегда ведь речь идет о коммуникации. Вот, мы его сейчас коммуницируем, да, и мы используем алгоритм языка, который определенным образом, сочленяя слова, да, имеет возможность передавать информацию. Я говорю вам, вы понимаете меня, и мы, как бы, ведем совместную беседу. Но будет это благодаря тому, что вот в языке есть некие правила, да, есть определенный способ, да, вот кодирования смысла, да, и передачи, и другому. Так вот, если все-таки быть последовательным, да, и отказываться от алгоритмов, то это что означает? Не означает ли это вообще, как бы, отказаться даже от коммуникации? Потому что, на самом деле, опять же, если возвращаться к искусству, ведь искусство часто вот нарушает вот эту коммуникабельность, да, потому что оно делает некого рода разрыв, да, оно дает какой-то результат, который вот непонятно, как к нему относиться. Или минус герметичности присутствует, да, такой. Герметичность, это называется. Ну, как бы, противоположность этому коммуникативному, герметичность, закрытость, не открытость. Поэтому, конечно же, здесь все-таки не алгоритмические способы отношения к чему-либо могут быть только каким-то промежуточным звеном, да. В общем алгоритме это, как бы, все-таки выстраивание знаний. Ну, опять же, смотря, либо вы широко используете понятие алгоритма, либо надо пояснять, что значит алгоритмичность языка. То, что язык... Ну, пока мы используем чисто интуитивное понимание алгоритма. Пока, конечно, мы... Все это требует некой формализации. Потому что, если формалит, как бы, в своей основе, и что без форм не обойтись, общаясь языком, это понятно. То, что в некоторых случаях, объясняя кому-то что-то, мы ему даем алгоритм, говорим, приди туда, положи там, на алтарь, там, то-то, и произойдет то-то, вот, допустим, да, тоже такое бывает. Или, допустим, теоремы ему рассказывают. Словишь ряд картин. Ты же никак их не описываешь, ты просто их видишь. Мы говорим про коммуникацию. Да, вот ты к другому объясняешь. Всегда ли здесь... Другому человеку можешь картину объяснить. Что? Как это отвечать на наш вопрос? Алгоритмично? Не алгоритмично. Общение? Не, никак не алгоритмично. Скажи так, в общении... С человеком, ты можешь с человеком общаться картинами. В этом смысле. А как? Представал картину. Ну, вот ты видишь картину, и что она нам говорит. Неоднозначно. Представь себе, что я договоривал, в чем, коммуникация состоялась или нет. Мы говорим про удачу. Непонятно. Мы говорим про удачу. Мы говорим, да, да. То есть, я тебе передал, а ты что-то свое увидел. А вот этого не надо, нам это не нужно. Нам нужно, чтобы, допустим, я тебе сказал, как у последних действий тебе нужно произвести, чтобы доехать до Сабулага. А он доехал куда-нибудь. Тебя там увидел, значит, ты доехал. Значит, ты его сурен. Результат тоже будет. Я ему передал картину, он что-то сделал. Это тоже результат. Но то ли, что я хотел. А это уже не важно. Важно. Я когда-то коммунистируюсь, как-то мне важно, чтобы до него дошло. Но все-таки непонятно. Это для того, что существует не алгоритмическая форма взаимодействия. Да это еще раз. Это имеет ли вообще это к слову алгоритм отношение? Вот я о чем говорю. О том, что существует то, что ты сейчас говоришь, это существует образное общение. Существует там, не знаю, не формальное, не знаю, не понятийное. Это другие вещи. Не понятийное, может быть, существует. А алгоритмически вообще имеет отношение к этому вопросу? Мы говорим о языке. Язык. Мы не говорим о языке, даже язык жестов имеет прямое значение. Однозначно. Мы не говорим о языке чувств. Мы говорим о языке, который произносится языком. Да, сказал это. Нет, алгоритмично. На самом деле, допустим, открываешь инструкции по применению приборов. Там действительно встречаешь алгоритм. Сделайте это, потом это, потом это, потом это. Но не вся информация, опять же, там такова. Допустим, они тебе дают список предостережений. Говорят, не делайте это, не делайте это, не делайте это. Это перечень. И здесь никакого алгоритма, как такового, нет. Это просто перечень того, что тебе делать не надо. Или это тоже информация, которую ты понимаешь, как будто ты воспринимаешь. Ну а часть алгоритма? Нет. Если бы этой информации не было, ты бы действовал. Ну, ребята, ну сколько я термин? Мы вообще-то как-то не ввели этот термин строгым образом. Пока интуитивно понимаем, что это такое. Вот есть некоторое последовательное действие, да, для достижения результата. А вот мы пока в самом каком интуитивном, простом понимании. Это обязательно достижение результата или это просто действие? Это обязательно достижение результата. А что такое алгоритм? А что такое достижение результата? Каждое действие у тебя является результатом. Ну правильно. Но ты, тебе... Другого быть не может. Ты посадил деревца, семечка, у тебя там выросло что-то. Это уже результат. Дальше оно там еще что-то. Делай результат. Любое твое действие в алгоритме, оно и есть результат. Правильно. В алгоритме есть вход и выход. Просто вот о чем еще. Не, ну, видишь, была... А выхода нет. Просто, почему, как бы, хотелось бы все-таки более четко определить. Потому что можно задать вопрос, существует непаникийное мышление, да, или не существует. Существует мышление, которое не укладывает, не оперирует формами или еще что-то. Ну, можно много аналогичных вопросов задать. Если не различать и не разграничивать эти понятия, то можно просто, как бы... Дело в том, что я не думаю, что обязательно не алгоритмичность связана с непонятийностью. Я так тоже не думаю. Может быть, понятийность, но не алгоритмичность. Вот, как бы, поэтому и хочется различать это. Ну, наверное, да, наверное, надо все это сделать и, как бы, строго все это продумать. У меня пока не продумано. Я просто, как бы, саму постановку вопроса... У меня даже сама постановка вопроса не совсем еще даже есть. Зачем это нужно, да? Мне кажется, что тот предел, к которому подошла философия, который она должна как-то разрешить, она именно где-то здесь находится. Нет, на самом деле, если чётко понять, это могла быть хорошая и социальная в том числе критика, и сатира. Ведь там, допустим, методом передачи алгоритмов сейчас во многом обучение происходит. Те же, как бы, не знаю, тренинги какие-то происходят, те же, эти, в фирмах разные. Ищут алгоритмы, которые каким-то образом... Даже не ищут. Если бы искали, это было бы... Искать алгоритм, ты не всегда его алгоритмически ищешь. В том-то и дело, что ты его творчески ищешь. Творчески. А там, в основном, тебе дают алгоритмы. Не это алгоритмизация, а алгоритмизация. Нет, вот в этом, как бы... Хороший, кстати, пример, да, иносочный достаточно. Есть, допустим, в школьных учебниках по физике и математике задачи. Задачи. Ну, особенно по физике. Вот, как бы, там, столько-то рабочих, там, делали то-то, сделали за столько-то дней, столько-то не доделали, сколько они будут делать, если... Вот, существуют задачи... Существуют, как бы, алгоритмы, которые дают для решений, да? Говорят, обозначи за х то-то-то, потом составьте такое-то уравнение и решите. И многие дети решают так задачи, но они так и не понимают смысла происходящего. Они не понимают, что у них спрашивается. Они не понимают, как они находят ответ. Точно так же им дают уравнение. Да, им дают уравнение. Или, допустим, систему неравенств, да? И дают алгоритм его решения. Вы должны справа перенести налево, раскрыть скобки здесь, там, сделать то-то, то-то, убираете знак модуля, ставите плюс-минус. Почему это происходит? Они не понимают. То есть алгоритм в этом плане не способствует никакому пониманию. Он способствует просто механическому развертыванию вот какого-то процесса, да? Вот решая алгоритмически эти уравнения и неравенства, школьник не понимает их. Но решает. И получает правильный ответ. И получает хорошую оценку. И это было даже в мое время. Я помню, когда нам давали все эти алгоритмы. Теоремы, ВИЕ, это там еще что-то. То есть алгоритм имеет еще и такой... Действительно, похоже на правду, что алгоритм, наоборот, понимание скрывает. То есть в нем оно есть, но... Но это как бы хейдегерианская тема уже. Вот. Как, как бы, в чем злоб? Именно в том, что мы как бы начинаем алгоритмически действовать как машины, собственно. Техногенность выражается в том, что мы сами... Но это не проблема алгоритма, это проблема наша. Что мы не вникаем. А все является нашей проблемой. А как действовать по алгоритму иначе? Понимаешь, в чем дело? Либо ты вот задумываешь и останавливаешься в этом действии. Вот, как бы, на какой-то стадии выполнения алгоритма останавливался и задумался, а почему алгоритм такой? Почему я действую так или иначе? Почему я здесь делал такой шанс? Ты, так знаешь, не начинаешь подключать другие алгоритмы к этому алгоритму? Да. Либо ты как механизм этой, и ты как функции выступаешь, либо ты выступаешь целиком, как человек. Ты либо захвачен алгоритмом, либо ты вне алгоритма. Ну, в любом случае, как бы, вот эта тема алгоритма, как бы, она насущна. Мне кажется, что здесь можно покопаться и что-то там интересное накопать. Фактически, как бы, это значит, что алгоритмы мысли алгоритмическим и не мыслим. Вот что это значит. Так, если коротко. Да, да. Вот у него же даже есть такая, мы еще не мыслим, такой рефрен такой. Одно из работ. Да. Что такое мышление? У Хадигера. Ну, со школьниками, мне кажется, это пример такой, как бы, очень, очень понятный и простой. Потому что его переживали все. Все в школе давали вот эти задачи и давали алгоритмных решений. И вполне можно было, как бы, вот воспользоваться ими, не вникая в суть. Да. Запомнить формулу и все. Запомнить формулу, запомнить не только формулу, а последовательность действий. Так, а с другой стороны, это последовательность действия, это и есть суть. Там другой сути нет. Нет. Дело в том, что, на самом деле, алгоритмов может быть много. Можно таким путем, можно другим путем. И сама суть, сама суть, она немножко в другом. Она в том, что, на самом деле, у этого уравнения квадратного действительно существует решение. Иногда оно может быть одно, иногда может быть два. Вот. И его можно найти. А как найти? Ну, вот, например, так. А можно немножко по-другому. Это понятно. А... 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 Школьник, который... Действовать в алгоритмом, ты уже приходишь, как к тому же вывод. Решение есть, где можно найти. Ошкольник, который выписывает все это подряд, да, вот эти формулы. Одно за другое, подряд, подряд. И ты пишешь в конце, x1, 2 равно плюс-минус то-то. Он даже не понимает, что x1, 2 – это решение. У него даже может не быть понятия решения. Он... Но это... Что это корень уравнеет. Нет, это не... Это проблема не алгоритма, опять же. Нет, но есть же... Зачем брать математику? Можно социальный алгоритм посмотреть. Ну, да. Как человек действует социально. Зачем он платит налоги, допустим? Вот понимает он... Понимает он, что это как бы... Зачем он принимает именно? Что это не просто его заставляет делать, а это как бы некоторое... Женец. Зачем вообще встречается там вот... О, там парень там встречается с девушкой. А ей не кажется вообще... Я не понимаю, зачем это надо. Просто принято. Вот есть алгоритм. Вот есть последовательность действия. Он должен ее выполнить. Он выполняет. Все, как бы ноль. Да. Как мы и говорим... Есть чувства, которые они не подчиняются алгоритмам. Нет, на этом этапе... На этом этапе нужно не алгоритмически пострадать. Он пострадает не алгоритмически, понимаешь? Дальше по алгоритму будет следующий и так далее. Более обобщить, да. Вот человек говорит алгоритмически живет. Он рождается, как бы всю жизнь проходит по некой схеме. Умирает и все. И даже не задумывается о том, почему именно так жил, а не иначе. Даже можно же такой вопрос поставить, да? Как функция его. Когда люди начинают жить иначе, они становятся изгоями. Некоторый стандартный проект человека вообще, да? Или странниками, странниками. Некий стандартный проект человека вообще осуществляет, да? Не свой какой-то конкретный, да? Единичный проект личности, а какой-то стандартный проект человека вообще. Температура вы его оставляете. Р speechless. Продолжение следует...